Приложением только на Дальнем Востоке пользуются порядка 350 тысяч человек. Более 55% посылок и 14% писем клиенты оформляют в онлайне. Более того, если вернуться к физическим лицам, уже на текущий момент каждый третий клиент в Приморье получает отправление с помощью QR-кода. Всем привет! В эфире подкаст «Русский Диджитал». Меня зовут Полина Баток. И в студии со мной сегодня Юлия Бордюк, руководитель отдела развития партнерских услуг в офлайн-канале «Почта России». Юлия, здравствуйте! Здравствуйте, Полина! Сегодня мы с вами обсудим, зачем и как «Почта Россия» оцифровала свои услуги и сервисы. И давайте с этого и начнем. Какая цель вообще перед вами стояла по цифровизации? Ключевая цель масштабной цифровой реформы «Почты России» – это в первую очередь повышать качество предоставляемых услуг. Особое внимание мы уделяем клиентскому сервису и стремимся к тому, чтобы клиенты получали услуги максимально оперативно, удобно. Например, да, конкретно, какие услуги на текущий момент мы цифровизовали и перешли в онлайн. Я надеюсь, что вы пользуетесь услугами «Почты России», получаете, отправляете посылки, письма. Наше мобильное приложение претерпело изменения, и весной этого года, сейчас оно стало более, как принято говорить, friendly и юзабилити. Приложением только на Дальнем Востоке пользуются порядка 350 тысяч человек. И о том, какие услуги можно получить онлайн, видно уже из приложения. В нем можно в первую очередь, конечно, отследить свое отправление. Когда отправляете кому-то посылку или с нетерпением ждете посылку от своих родственников. Вводим идентификатор и смотрим, где же и когда придет моя посылка, какого числа. Дальше, безусловно, можно записаться в отделение почтовой связи или, если нет возможности его посетить, вызвать курьера. Заказать доставку, арендовать абонентский ящик, но это больше для юридических лиц, безусловно. Осуществить даже денежный перевод, если в силу каких-то причин мы не знаем банковских реквизитов, можно доставить денежный перевод по России либо за рубеж через мобильное приложение «Почта России». И даже, если среди вас есть автолюбители, возможно оформить полис «Осага» онлайн через мобильное приложение «Почта России». Да, я уверена, вы об этом не знали. Но одним из ключевых, сейчас самых актуальных, популярных сервисов наших клиентов является единая электронная подпись. Это сервис, который заменил необходимость предъявлять паспорт в отделении. И его, скажем так, улучшением стал сейчас, стала возможность формирования QR-кода в приложении. Вот я вам показываю, да, приложение меня идентифицировало, я уже, конечно же, предварительно авторизована. Я ранее указывала свои паспортные данные, и сейчас, достаточно, приходя в отделение почтовой связи, показать QR-код, и как для отправки, так и для получения своих почтовых отправлений этого будет достаточно. Это, безусловно, существенно экономит время на обслуживание, как для посетителей, да, ускоряет простоту и качество обслуживания, так и для сотрудника почты. QR-код уже под собой содержит персональные данные клиента, данные об отправлении. Это позволяет ускорить обслуживание, это современно и доступно для наших клиентов. Ну и, безусловно, данный способ получения отправлений соответствует всем правилам безопасности. QR-код действует всего 10 минут, он зашифрован по всем требованиям цифровой защиты информации. Если говорить о услугах, которые мы оцифровали для электронных, для, прошу прощения, юридических лиц, то это сервис электронные заказные письма. Я думаю, что ближе и более знакомый вам всем будет термин «Госпочта». Это возможность получать письмо от органов государственной власти в личный кабинет госуслуг. Ну, как проще говоря, да, письмо пришло на госуслуги. Какие мы письма получаем? Это письма от судов, приставов, любые органы государственной власти. Многие сейчас пользуются сервисом электронных заказных писем. Как это организовано в почте? Мы получаем информацию от наших контрагентов в электронном виде. И далее уже в зависимости от вида, способа доставки, который выбрал гражданин, либо оно доставляется в электронном виде, как я уже сказала, на госуслуги, либо классическим способом мы его печатаем и доставляем в бумажном виде. Цель, безусловно, здесь максимально отказаться от бумаги, потому что, ну, вы должны понимать, какая-то колоссальная экономия бюджетных средств для наших контрагентов и, ну, такой, скажем, стратегический, да, отказ от бумаги. Для вашего понимания, сейчас по стране сервисом пользуются структуры ГИБДД. Только в Приморском крае это более 30 судов, десятки юридических лиц, банки, страховые компании. Всего на Дальнем Востоке нашими клиентами, вот именно в этом сервисе, являются более 500 клиентов. И они отправили за этот год неполный уже более 5,5 миллионов электронных заказных писем. Это достаточно существенная цифра. Кроме того, опять же, для юридических лиц у нас есть сервис оцифровки корреспонденции. Тоже, уверена, не знали, но наши сотрудники, сотрудники Почты России, могут помочь оцифровать, то есть отсканировать и загрузить в электронный архив либо почты, либо документы оборота самой организации корреспонденцию. И за 7 месяцев 2024 года наши коллеги на Дальнем Востоке оцифровали более 22 тысяч документов таким образом. Вы говорили про единую электронную подпись каждого пользователя почты. При этом тоже единая электронная подпись, насколько я помню, также, наверное, это и звучит. Есть, например, у налоговой службы. Это вот просто похожий инструмент или это одно и то же на самом деле? Наши инструменты однозначно похожи. У них единое назначение, единая цель. Это все идет в этой конверсии цифровизации, отказа от бумаги, упрощение обслуживания, упрощение скорости, обслуживания удобства и, опять же, одновременно с этим сохранение персональных данных граждан и в целях обезопасить их обслуживание, чтобы не было возможности как-то злоумышленно воспользоваться перс-данными. Но это, конечно, наверное, следующий шаг, когда у населения, у гражданина будет единая подпись для всех служб, но подпись не является универсальной. То есть на почте России она своя, в науковых органах она своя. Но принцип технический, я уверена, у нас один и тот же. Но, если позволите, я приведу пример. Наша электронная подпись, она единая, например, с нашим финансовым партнером Почтобанком. И единожды оформив единую электронную простую подпись на почте России, с помощью ее же можно обслуживаться в Почтобанке. Но это, я так понимаю, что один раз генерируется QR-код для человека, он такой и остается, или он генерируется за нами? Мы сохраняем в информационной системе Почты России данные, паспортные, персональные, да. А вот QR-код как раз-таки генерируется каждый раз новый, и это в целях безопасности. Он актуален всего 10 минут, после чего необходимо снова авторизоваться и сгенерировать QR-код. Да, я поняла. А как оцифровка услуг и сервисов повлияла на работу Почты России? Безусловно, это в первую очередь ускорение и упрощение бизнес-процессов. Приведу пример. В 2019 году Почта России разработала такой продукт для юридических лиц, как знаки онлайн-оплаты. Может быть, не совсем понятно, но я уверена, все имеют представление, что такое почтовая марка. Мы ее приобретаем, наклеиваем на коверт, оплачиваем письмо. Для физического лица это достаточно просто, ну, казалось бы, что тут упрощать. Но есть юридические лица, организации, как правило, конечно, это органы государственной власти, у которых объем письменной корреспонденции колоссальный. Приставы, соты, гувсин, ну, не буду их перечислять, уже говорила. Вот для обработки этой письменной корреспонденции необходимо огромное количество марок. Марка – это не просто красивая картинка с номиналом, это государственный знак почтовой оплаты, это фактически деньги. Для его использования, хранения, отслеживания, контроля остатков требуются огромные ресурсы внутри организации. Ну, и даже если пусть это не госорганы, любое предприятие с большой структурой, с большим объемом пересылки письменной корреспонденции. Опять же, для оплаты одного отправления, одной письма, либо бандероли, стоимость зависит от веса. Соответственно, для того, чтобы сформировать оплату, нужно наклеить марочки по номиналу, их может быть несколько, представляете, сколько это ручного труда. Так вот, сформировав возможность оплачивать отправление знаком онлайн-оплаты, мы значительно упростили весь этот процесс. Электронная система почтового оператора Почты России формирует уникальный QR-код. Знак онлайн-оплаты, вот, надо было принести конверт, он выглядит как QR-код, также выпечатывается в правом верхнем углу конверта. Что важно, для полного процесса подготовки корреспонденции на отправку юридическому лицу нужен только компьютер с доступом в личный кабинет. То есть будет это секретарь, юрист, бухгалтер, тот, кто отвечает за пересылку письменной корреспонденции, получает доступ в личный кабинет, и там идет полная предварительная подготовка отправлений на отправку. Потом достаточно только принести письма и отдать их оператору. Знак онлайн-оплаты уже выпечатывается на конверте, готовый, не нужно ничего клеить. И что очень важно, баланс остатка денежных средств по договору на отправку в онлайне отображается в личном кабинете отправителя. То есть юридическому лицу не нужно пересчитывать марки, или контролировать, сколько там денег осталось на договоре. Баланс виден онлайн. И в то же время, если говорить о процессах внутри почты РСИ, как предприятия, на плече почты РСИ в этот момент упрощается огромное количество процессов, связанных с обработкой почты. Для принятия корреспонденции оператору достаточно просто считать QR-код. И в дальнейшем, при сортировке этих писем, на каждом этапе пересылки, также процесс упрощается, сводится к считыванию QR-кода, который уже в себе содержит. И информацию об отправителе, информацию о получателе полный маршрут. Это очень удобно. Да, я представляю, насколько выдохнули вообще все сотрудники, которые обычно оформляют корреспонденцию наконец-то. Все верно, да. Как сами потребители Почты РСИ, услуг Почты РСИ оценивают переход в цифру? Безусловно, мнения разнятся. Я, наверное, там, понятно, что слукавила бы, если все, если скажу, что все воспринимают на ура. Во-первых, есть часть клиентов и сотрудников, кто не очень гибок к изменениям. Все, что было раньше, все хорошо. Но при этом большинство из нас понимает, что наш мир меняется, и изменения неименуемы. И, безусловно, находясь в процессах изменений, не всегда просто. Но когда мы видим результат, мы понимаем, насколько это упрощает нашу работу, упрощает нашу жизнь. А главное, высвобождает ресурсы для других процессов, для развития бизнеса. Вот для клиентов однозначно. Я сейчас вижу, я работаю в почте уже 4 года. И я помню, когда я приходила к клиентам, они там скрипя, что, какой личный кабинет, да как это, да это так непонятно, да нет, не надо нам. Сейчас они мне звонят и лишь задают отточняющие вопросы. А как вот здесь сделать? И уже не представляют, каково это. Если раньше это прям нужно было время запланировать, отправить секретаря на почту, чтобы она вот там этим занималась. Высвобождается огромный ресурс для бизнеса. И клиенты это понимают. Временной, финансовый, человеческий. Я согласна. Я пользуюсь Почтой России. У меня есть опыт отправки призов, которые мы разыгрывали для наших абитуриентов. И это действительно очень удобно. Всё быстренько сформировать в личном кабинете, физического лица отправить. И мне удобно, потому что я могу отслеживать, действительно ли до человека, которому я что-то отправила, дошла эта посылка. И при этом человеку нужно ждать, когда сотрудник почты лично придёт, квиточек ему положит в почтовый ящик, и потом уже с этим квиточком, не дай бог, потеряешь, идти забирать свою посылку. Да, вообще максимально удобно. И я оценила это именно как отправитель, что я могу сама отслеживать, что действительно до человека всё дошло. Вы самостоятельно управляете этим процессом, и вы спокойны, и вы уверены, что ваше отправление дошло. Более того, это же процесс сквозной. Если ваш получатель тоже зарегистрирован в нашем мобильном приложении, там указан его мобильный номер телефона, как только вы зарегистрируете своё отправление, он уже получит уведомление о том, что ему придёт посылка. Так приятно, оп, тебе падает, что-то мне едет. Ну, чудесно же, да. И тоже на каждом этапе и в момент получения, когда уже ваше отправление ожидает вас в отделении почтовой связи. Всё чудесно, можно идти забирать. Да, это классно. Есть ли у вас какая-то статистика по поводу изменения пользователей ваших услуг именно после того, как вы перешли в цифру? Да, есть небольшие цифры. Объём цифровых сервисов в продуктовом портфеле компании, безусловно, стремительно растёт. Вот только в первом полугодии 2024 года цифровая выручка увеличилась на 17%. Безусловно, мы оцениваем себя с точки зрения бюджетов. Более 55% посылок и 14% писем клиенты оформляют в онлайне. Более того, если вернуться к физическим лицам, уже на текущий момент каждый третий клиент в Приморье получает отправление с помощью QR-кода. Уже каждый третий. Это достаточно существенно, на ваш взгляд. И если говорить про процессы внутри почты, мы исключили 35 бумажных процессов у сотрудников и операторов. И вот те квиточки, о которых вы говорили, бумажные, мы же тоже от них ушли. Сейчас на 40% больше уведомлений стали доставляться именно в онлайн-формате. Расскажите, насколько большая команда стоит за этими изменениями? Потому что, на мой взгляд, как пользователя, изменения просто огромные. Да, изменения колоссальные. Если говорить о команде самой Почты России, то она, я думаю, наверное, самая большая в нашей стране. У нас только отделение почтовой связи свыше 38 тысяч. И ни одно предприятие не может похвастать таким присутствием на каждом, даже самом отдаленном уголке нашей Родины. Но если говорить об изменениях технологических, что называется, бойцы невидимого фронта, наша IT-команда, понятно, что для того, чтобы компания шла в ногу со временем, необходимы огромные ресурсы информационные, технологические и ресурсы знаний. Поэтому Почта России создала технологическую дочернюю компанию, которая называется «Почтовые технологии». Эта компания специально занимается развитием цифровой платформы и разработкой продуктов на базе наилучших, доступных сейчас на рынке. В штате компании более уже тысячи человек, а всего 4 года назад их было 200. Команда растет в ногу с ростом запросов и современных тенденций. У почтовых сервисов, на самом деле, очень сложная специфика. Они высоконагружены, разнообразны по функциям. И что важно, вне зависимости от того, где находится наше почтовое отделение, где клиент хочет получить обслуживание, будь то крупный город, столичный, как Москва, или хотя бы Владивосток, даже в самом маленьком почтовом отделении, в малом населенном пункте, мы разворачиваем одну и ту же программу. И она должна равно отвечать качеству сервиса. Поэтому задача, скажем так, не из простых. Ну и кроме того, вы видите, как я уже сказала, сами привели пример о нашем сайте с личным кабинетом и мобильное приложение, IT-сервисы для госорганов, платформы интеграции с площадками электронной коммерции. Все это разрабатывается в нашем Почтотехе. Где находится компания? У Почтотеха есть рабочее пространство в Москве, Санкт-Петербурге, в городе Пушкин, Иннополисе и Ижевске. И если говорить о вакансиях компании, они рассматривают в том числе дистанционные, удаленные рабочие места. То есть сотрудников привлекают гибко, вне зависимости от городорасположения. А если наши местные IT-специалисты или выпускники захотят удаленно подключиться к работе почтовых технологий, то получается у этой компании есть, наверное, свой отдельный сайт, куда можно прийти и посмотреть вакансии. Безусловно, есть в первую очередь вакансии на открытых ресурсах подбора работы. Да, не буду сейчас проговаривать, насколько это уместно. Но вакансии размещены, как сами вакансии Почты России, так и компании почтовой технологии. Можно почитать, подробное описание, функционал, откликнуться и уже вступить в диалог с работодателем. Спасибо. Расскажите, какие планы у вас насчет будущего службы? Планы грандиозные. Наша задача объединять нашу огромную родину с помощью технологий. В России, как я уже сказала, нашей доступности порядка 11 тысяч населенных пунктов, где почта остается единственным местом для получения почтовых, финансовых, социально значимых товаров и услуг. Единственным. И важную роль в этом, как я уже сказала, играет цифровизация, автоматизация процессов почты, логистики почты, развитие комплексных логистических услуг, которые мы предоставляем нашим клиентам. Наша цель – обеспечить быстрый и удобный доступ для всех жителей России к товарам и услугам в любой точке страны. Сейчас вот из последнего актуального, об этом еще не так широко говорят, почта начала сотрудничество с крупнейшими маркетплейсами, это Wildberries и Ozone, и в ближайшее время, и в наших, на Западе это уже более широко, в ближайшее время в наших отделениях на Дальнем Востоке появятся пункты выдачи заказа Wildberries внутри почтового отделения. Сейчас идет процесс подготовки этого проекта, мы обучаем сотрудников, брендируем пространство, чтобы они были узнаваемыми, и настраиваем логистический маршрут. Спасибо большое, Юлия. Я хочу обратиться к нашим слушателям и посоветовать им скачивать приложение Почты России, изучать его как можно более подробно, возможно, там вы найдете то, что вы не ожидали найти, судя по нашему разговору. Спасибо большое. Это был подкаст «Русский диджитал». Ставьте лайк, делитесь этим подкастом со всеми, кому он может быть интересен. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова